А еще мы ждем Саида Гаджиева. Это новый лектор. Обратите внимание, как много новых лекторов на нашем сегодняшнем фестивале. Это 11 человек. Саид расскажет нам об особенностях работы с архивом Дагестана. Саид, рассказывайте. Евгения, добрый день. Спасибо вам за приглашение. Спасибо технической службе, которая за кадром. Спасибо организаторам. Приветствую всех лекторов, всех слушателей. 23 года назад я принял участие в конкурсе, который назывался «Моя родословная». Мы с дедушкой составили родословное древо и отправили его в Москву на конкурс. Через несколько месяцев я получаю конверт и внутри подарки, внутри грамота за самую длинную родословную. То есть 23 года назад я стал увлекаться родословной, своими предками. Хочу сказать, что такие конкурсы и такие фестивали, как Генэкспо, они нужны. Спасибо вам. Вы слышите меня? Все нормально? Мы слышим вас, Саид, продолжайте. Да, все отлично. Спасибо. Хочу сказать, что мои прародители были славными сынами и дочерями Дагестана. Мой прапрадедушка написал историческую хронику Дагестана. Его сын перевел эту хронику на русский язык. Моя двоюродная прабабушка в начале 20 века выучилась в Баку, затем вернулась в свое родное село Касумкент, где открыла школу. Школу в своем доме. Это была школа для мальчиков и школа для девочек. Мальчики и девочки учились отдельно. Мой прадед был первый министр здравоохранения Дагестана. Его супруга, моя прабабушка, работала медсестрой, была награждена орденом «Знак почета». То есть это были интеллигентные, образованные люди. И так как основное действие происходило в Дагестане, то, естественно, центральный государственный архив — это то место, где хранятся сведения о моих предках и куда я обращался и обращаюсь. О моих предках написано много книг, много статей, но какие-то моменты могут быть упущены, потому что, когда я получаю сведения из архивов, я нахожу ту информацию, которая была неизвестна. И те фотографии, которые нигде не публиковались. В своих запросах я всегда пишу, что оплату гарантирую. После ответов на мои запросы я всегда пишу благодарность. Благодарность пишу и исполнителю, и в адрес дирекции архива. Я всегда пишу благодарность вышестоящей инстанции. Но то, что последние два года происходит с работой в архиве Дагестана, это меня немного возмутило. И я хочу с вами поделиться этим. Это не жалоба, это крик души, потому что так архивы не работают. Архивы Юга тем более так не работают. Когда я буду показывать презентацию, я поблагодарю архивы Юга и подробно об этом расскажу. Мои запросы – это не прихоть какая-то, это дань уважения. Это сбор материала для дальнейшего написания статей, для книги. У меня уже выходило несколько статей, и вот буквально месяц назад я отдал в журнал «Женщина Дагестана» свою статью про свою прабабушку. Ну, сейчас я включу презентацию. Это мой прапрадед Гасан Алкадари, ученый-историк, просветитель-философ, который на тюркском языке написал историческую хронику, которая охватила историю жизни народов Дагестана. Его сын перевел эту хронику с тюркского языка на русский. Это мой двоюродный прадедушка Гасанов Готфрид, композитор, основатель первого музыкального училища в городе Бульнакск и музыкального техникума в столице Дагестана в Махачкале. Он лауреат двух сталинских премий. В 2015 году я отправил запрос в архив, центральный архив в Махачкале, с просьбой выявить и выслать мне какие-то документы о Готфриде Гасанове. Вот их ответ, где они пишут, что они направляют мне 14 листов. Ну вот так вот выглядит, да? Я показываю, что они действительно мне присылали. Вот так вот выглядит титульная страница. Это мой двоюродный дедушка Магомед Гаджиев, командир дивизиона подводных лодок Северного флота. Легендарный подводник, герой войны, герой Советского Союза. Его фамилией назван город Гаджиева в Мурманской области. Это город-база подводных лодок Северного флота. Это закрытый город. И у меня есть мечта, и я надеюсь, мечта осуществиться, побывать в этом закрытом городе. Я также в 2015 году отправлял запрос в центральный архив Дагестана с просьбой найти и выслать мне сведения о Магомеде Гаджиеве. Вот, как вы видите, дело мне было предоставлено. Ну, конечно, за это все огромное спасибо. Дед Гаджиев Сирожутин, профессор, кандидат философских наук, заслуженный деятель науки, проректор Дагестанского государственного университета. Я также послал запрос по дедушке и получил дело. Напоминаю, что это был 2015 год, когда на все мои запросы все дела я получал. Это мой двоюродный дедушка Гаджиев Булач, краевед, заслуженный учитель Дагестана и РСФСР, народный учитель. По нему я тоже также получил дело. Огромное спасибо, что дела хранятся и были мне присланы. Это мой прадедушка и прабабушка Шексаида Фарза, первый нарком здравоохранения, который рано ушел из жизни, потому что боролся с малярией и испытывал вакцины на себе. И тем самым подорвал здоровье, рано ушел из жизни. Это моя прабабушка Шексаидова Ханум, медсестра, которая была опорой своему супругу. После его смерти с тремя детьми вернулась из Дербента, где они проживали, в свое родное село Касумкент. Два старших сына моей прабабушки ушли на войну и не вернулись. Остался третий сын, мой дедушка, который выучился, стал профессором. Я отправил запрос в село Касумкент с просьбой найти какие-нибудь сведения. Я понимаю, что это высоко в горах, что очень, может быть, сложно было что-то сохранить, что-то найти. Но, к моему удивлению, к приятному моему удивлению, я получил из архива Сулейман Стальского района документ. Это похозяйственная книга основных производственных показателей хозяйств колхозников 1938-1939 село Касумкент. Здесь я вижу состав семьи Шексаидова Ханум, Аскер, Атем, это ее старшие сыновья, которые погибли в войну, и Амри, мой дедушка. И Муртазалиева Риганат, это ее мать. Ну, то есть это было очень приятно, что высоко в горах хранят, чтят память, и я получил вот такие вот документы. Да, это не какой-то красивый скан, это было сделано на телефон, и прислали мне, я уже не помню, на WhatsApp или на электронную почту. Но все равно огромное спасибо архиву Сулейман Стальского района в Дагестане, что они не оставили мою просьбу без ответа. Когда я получал документы, начиная с 2015 года, я, конечно, их обрабатывал, выявлял, зацеплялся за что-то новое, за какие-то сведения. И моя работа с Центральным государственным архивом Дагестана на какое-то время прекратилась. Я больше туда запросов не писал, потому что я узнал, что мой дедушка закончил Институт физической культуры в Москве. Были какие-то еще другие сведения, и я писал запросы в другие архивы. Когда я с региональными архивами закончил свою работу, я опять принялся за работу с Центральным государственным архивом в Дагестане, в Махачкале, и стал посылать новые запросы. Вот, как вы видите, это запрос от февраля 2020 года. Пандемия еще не началась. В Дагестан она пришла чуть-чуть попозже, в апреле месяце. Где архив мне отвечает, что в связи с напряженной плановой работой архив не имеет возможности проводить исследовательскую работу по запросам граждан. Да, я могу их понять. Отчеты, какие-то, может быть, там подготовки, перенести хранилище из одного помещения в другое. Да, можно понять. Но так не поступает ни один архив, куда я обращался. Когда началась пандемия, я получал письма из Государственного архива Российской Федерации, из архива экономики, из архива социально-политической истории. Уважаемый Исаид, запросы приняты, но в связи с трудной ситуацией из-за COVID-19 исполнение запросов откладывается на неопределенный срок. То есть архивы работали, архивы принимали запросы и по мере возможности их исполняли. Пойдем дальше. Вот это вот ответ на мой запрос о моем прадедушке, который был первым наркомом здравоохранения Дагестана Рзаши Саидов, где я пишу запрос от своего имени Гаджиев Саид. И вот мне отвечают, что в связи с напряженной работой не имеют возможности. Это был февраль этого года. Я даю какое-то время на передышку по ситуации COVID. И в августе месяце отправляю точно такой же запрос, который я посылал от своего имени в феврале месяце. Я посылаю запрос с другого созданного электронного ящика и под псевдонимом Александр Шмид. Я пишу номера фондов, какие мне нужны. И вот это все в отношении Рза Шихсаидова, доктора Косункенской больницы и первого наркома здравоохранения. За подписью Александр Шмид. Мне присылают счет в сентябре месяце и договор. Но так как я не мог указать в реквизитах паспорт Александра Шмидта, то пришлось здесь уже раскрыть свои карты и дать понять, что это я Гаджиев Саид. В сентябре месяце я оплачиваю счет, первого сентября высылаю им. И только второго октября они мне присылают все сведения о моем прадедушке, который был наркомом здравоохранения. Пойдем дальше. Еще один такой вопиющий случай, который мне не понравился. Это мой прадедушка Гаджиев Муртазали, основатель и руководитель трикотажной фабрики «Красная звезда» в городе Буйнакск. Рядом фотографии. Это троженица этой фабрики «Красная звезда» Буйнакск, 1940 год. Я послал запрос от своего имени предоставить мне документ о награждении фабрики «Красная звезда» в январе 43-го года. В указе указывалось, что фабрика перевыполнила декабрьский план 1942 года, декабрьский план на 307%. Вы понимаете, что шла война. Все для фронта, все для победы. Они трудились. Мы должны были выиграть эту войну. И какой ответ я получал? Я прилагал в своем запросе номера фондов, номер описи, номер дела и страницы. То есть я разжевал, им осталось только проглотить, как говорится. И какой ответ я получаю? Я получаю точно такой же ответ в феврале 2020 года. Тот мой запрос, он состоял из нескольких запросов. И вот они мне отвечают, что в связи с напряженной плановой работой мы не можем вам ничего прислать. Приглашаем вас или вашего представителя. Я уже дал кличку этому архиву. Вы или ваш представитель. Я нахожусь в Москве. Мои представители в Махачкале 65+. Ну, никто туда не поедет в этой ситуации. Поэтому я удаленно пишу запросы и прошу предоставить мне документы. Тем более на сайте архива в разделе услуги написано, что мы принимаем платные запросы от юридических и физических лиц. Там нет ни одного слова о том, что у них какая-то напряженная работа. Через какое-то время я пишу запрос уже с другого, еще одного созданного левого ящика. Представляюсь за Ирой Шмидт, где пишу, что прошу предоставить мне сканы документов в отношении арты Эли Красная Звезда и ее председателя Муртазали Гаджиева. Даю номера фондов, описи, то есть все то же самое, что я и делал полгода назад, где они мне отказали, то есть не прислали. И вот посмотрите, за Ирой Шмидт они отправляют те документы, которые я просил. Еще раз напомню, что в своих запросах я всегда поблагодарю, я всегда пишу, что оплату гарантирую, я даю номера фондов, номера описей. Но почему так происходит, для меня это большая загадка. Пойдем дальше. Такое случается не только со мной. Это запрос моей подруги, которую я тоже привлек к поискам сведений о прародителях. Это ее предок Алиф Ибрагим, первый нарком юстиции, первый председатель глав суда Дагестана. Посмотрите, что отвечает ей Дагестанский государственный архив. Ей выдается справка об отсутствии сведений на Алиева Ибрагима. То есть мы видим основание, да, они какие-то фонды пересмотрели, но пишут, что сведений Алиев Ибрагима Махмудовича не значатся. Своей подруге, которая живет очень далеко за океаном в Америке, я отправил книгу репрессии 30-х годов в Дагестане, потому что наши предки подверглись репрессиям. В этой книге я нашел сведения о своих предках, моя подруга нашла сведения о своих предках. Она листает эту книгу и говорит, Саид, а посмотри, что я нашла в книге. Это объяснительная записка председателя глав суда Ибрагима Алиева на 10 листах со ссылкой на фонд, опись, дело и страницы, которые хранятся в Центральном государственном архиве. То есть я вернусь к справке. Они пишут моей подруге, что сведения отсутствуют на Алиева Ибрагима, однако в книге есть сведения. Подруга выписывает номер фонда, в книге она находит также еще некоторые сведения, которые касаются Алиева Ибрагима, составляет новый запрос 11 февраля и отправляет его в архив. В начале марта подруга получает счет, оплачивает его и ждет три месяца. Ей три месяца не присылали цифровые копии. Спустя три месяца, когда она написала им, типа, уважаемые, прошло три месяца, и вот спустя три месяца после напоминания они присылают ей цифровые копии. Очень плохие дела в Центральном государственном архиве с документами о рождении, смерти, брака. Как вот они мне пишут в справке, сведения в архив не поступали, в сведения не хранятся. И мы видим графа рекомендуем обратиться, она пустая, они даже куда-то не пересылают нас. Ну, то есть, вот мы видим, да, это вот эти все справки, где они пишут, что приглашаем вас или вашего представителя. Справки разные, это разные даты. Моей подруге это все надоело, потому что на следующие ее запросы тоже приходили отписки. Это действительно, я считаю, отписки. Приходите вы или ваш представитель. Моя знакомая пожаловалась в вышестоящие инстанции, и из Центрального государственного архива ей пришел вот такой вот ответ на двух листах. Они ссылаются на какой-то... Во-первых, они пишут, что, уважаемые, мы так были поражены вашими предками. Они нас заинтересовали, что мы на безвозмездной основе проводили поисковую работу. Ну, как мы знаем, многие архивы производят поиск информации бесплатно. Ну, в основном. Ну, и в конце они также пишут в этом ответке на жалобе, что вы или ваш представитель, неоднократно мы вам повторяем, можете прийти в архив и поработать. Вот. Я хочу еще раз повторить о том, что я... А, нет, еще один момент. Это мой дедушка, востоковед, историк, профессор Шексаидов Амри. Он недавно ушел из жизни, и спустя полгода я обращаюсь в архив пенсионного фонда. Я хочу сказать, что дедушка радовался больше, чем я, моим архивным находкам. Это мне было очень приятно. И вот спустя полгода после смерти дедушки я пишу запрос в архив пенсионного фонда Российской Федерации в Республике Дагестан. Они мне отвечают, дело вашего дедушки утеряно. Простите, прошло полгода. Это не какой-то электрик, сантехник, но даже дело электрика и сантехника потерять нельзя спустя полгода. Это был всемирно известный ученый. Прошло полгода, а вы потеряли дело? Вот они мне предоставляют справку о том, что дело не найдено. Я хочу еще рассказать, что архивы Юга так не работают. Это мой прадедушка. О нем я писал запрос в Запорожье, в Государственный архив Запорожья, и писал запрос в Запорожский титаномагниевый комбинат, потому что дедушка был главный инженер при строительстве этого завода. Эту фотографию мне прислал архив музея. Это было очень теплое письмо, где они приглашают меня и мою семью посетить музей. И в письме также говорится, что они всегда при экскурсиях останавливаются в фотографии прадедушки и рассказывают о том, что он внес большой вклад при строительстве завода. Так, моя презентация закончилась. Я ее сейчас закрою. Я возвращаюсь к вам. По поводу других архивов Юга. Вот по Алдатову Георгию я также писал запрос в Государственный архив Республики Северной Осетии Алания. Я написал запрос. И что вы думаете? Мне поступает звонок. Мне позвонила директор архива. Вы можете себе представить, чтобы директор архива позвонила и сказала, уважаемый Саид, мы получили ваш запрос. Он нас заинтересовал. Я, директор архива, беру под свой контроль исполнение этого запроса. Я не знаю, сейчас работает ли этот директор. Это была Лариса Сазыровна. Огромное ей спасибо за то, что она так отнеслась к моему запросу. Я обращался в исторический, Государственный исторический архив Азербайджана в городе Баку, где исполнили мой запрос. Но при этом в письме они пишут, уважаемый Саид, мы посылаем вам ксерокопии вашего предка, который мы нашли, и задают мне вопрос, а нужны ли вам сведения об учебе брата исследуемого? То есть вы представляете, я пишу запрос по одному предку, а архив Азербайджана спрашивает меня, хотите ли вы получить сведения о его брате. Конечно, хочу. Конечно, вам огромное спасибо. Ну, то есть вот так вот. Архивы не работают так, как стал работать Центральный государственный архив Махачкалы. На все наши запросы они пишут, вы или ваш представитель, приезжайте, приходите. Архивы для того и созданы, чтобы хранить информацию и по запросам ее предоставлять. Саид, интересная лекция, именно вот практический опыт работы с архивами. Можно бесконечно учить какие-то нормативные требования, какие-то рекомендации о том, как писать запросы в архивы. Но пока не попробуешь, не поймешь, правда? И ведь пока ты не столкнешься с каким-то конкретным исполнителем, да, это тоже все может очень даже по-разному заканчиваться. Да, нас тоже нам говорили, что очень нужна лекция по архиву Дагестана. Действительно, там не все так гладко, не все так просто. Но тем не менее, я вижу, что вы все равно добиваетесь, да, то есть какими-то окольными путями, но получаете информацию дистанционно, да, в наше время вот этого карантина, и это воодушевляет. У вас такие легендарные предки, и тем приятнее, что потомок так трепетно хранит о них историю и сохраняет все данные. Очень приятно было вас слышать, Саид. Будем прощаться с вами. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо, спасибо. До свидания. Спасибо.